Всем привет народ, с вами Хроныш. Как вам новогоднее настроение? Почувствовали уже дух праздников? Если еще не успели, то этот выпуск специально для вас. На этой неделе подарки и скидки сыпались буквально как из рога изобилия. Успевай только все собирать. Если вы боитесь, что что-то могли упустить, то слушайте дальше внимательно. Мы любим высказывать разработчикам свое мнение насчет их творений. Теперь же разработчики Overwatch решили сами поделиться с нами своими впечатлениями касательно 2016-го, раскрыть некоторые планы на 2017-й, а также просто поздравить всех с праздниками. В новом видео Джефф Каплан делится впечатлениями разработчиков от введения Анны и Сомбры, изменений в рейтинговых сезонах и сезонных событиях. Он обещает еще больше неожиданных ивентов в 2017-м году. В новом году нас ждут улучшения и расширения интерфейса игры, например, возможность выбирать для каждого героя несколько реплик и граффити. Также в разработке находится несколько новых героев, карт и режимов игры. Более подробно с планами разработчиков вы сможете ознакомиться на официальном канале игры. Если вы уже давно заинтересовались Overwatch'ем, но все не решались его приобрести, то сейчас самое время, ведь на праздники Blizzard решили сделать неплохие скидки. Базовую версию игры можно купить за 1499 рублей, а Origins Edition, которая отличается от стандартного пятью уникальными обликами героев и внутриигровыми подарками для остальных игр Blizzard, за 2299 рублей. Время на покупку у вас есть до 3 января 2017 года. Blizzard уже давно говорили, что среди героев Overwatch есть люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и вот на прошлой неделе в своем новом комиксе, который был посвящен Новому году, они рассказали о Трейсер и ее подруге. Blizzard решили не заморачиваться с российским законодательством, потому официальной русской версии нет, но вы всегда можете найти перевод во многих фанатских сообществах игры, ну или же попросту сменить регион и прочитать на английском. Это уже второй громкий случай с Трейсер, которую совсем недавно лишали слишком откровенной позы. Видимо, не зря этого персонажа называют чуть ли не символом игры. В честь зимнего покрова в World of Warcraft действует ряд скидок на некоторых питомцев, которые сейчас стоят 290 рублей вместо привычных 450, и на 10 ездовых животных, которые сейчас стоят от 679 до 799 рублей. Кроме того, если вы почему-то еще не играли в WoW, то базовая версия сейчас тоже идет со скидкой и продается за 379 рублей. К сожалению, скидки на Легион пока не предвидятся. Как и Собер Водч, скидки действуют до 3 января. В социальных сетях произошел анонс нового героя для Heroes of the Storm. Им станет немало известный вождь племени Амани из вселенной Варкрафт – Зулджин. Были показаны несколько его обликов и раскрыты основные способности героя. Появиться в игре Зулджин должен уже в январе 2017 года. На прошлой неделе в Лиге Легенд был полный штиль по новостям, так что сегодня мы будем учить вас готовить праздничные пороснеки, чтобы вы как следует отпраздновали снегопадень. Указом его паришества Короля Поро Королевская Фабрика делится со всеми желающими секретным рецептом волшебных пороснеков. Даже начинающие кулинары, следуя этому рецепту, смогут порадовать себя и своих близких свежими пороснеками. Они как нельзя, кстати, подойдут к теплой чашке какао зимними вечерами. Я уже, кстати, попробовал воспользоваться данным рецептом и получились очень даже неплохие печеньки. Рекомендую. Распродажи, распродажи, кругом распродажи. И как это часто бывает, слухи о дате зимних распродаж в Steam оказались правдой и уже 22 декабря стартовала зимняя распродажа. Если начинать перечислять все игры, которые попали под скидки, то времени это займет, наверное, даже больше, чем будет идти сама распродажа. Тут и GTA 5 за 1000 рублей, и свежая Dishonored 2 со скидкой в 33%, Doom, Dark Souls 3, Цивилизация 6, Fallout 4. В общем, все найдут себе что-то по вкусу. Так что, если вы себе еще ничего не купили, времени у вас есть до 2 января. Вместе со скидками стартовало и голосование за игры года по версии Steam. Вам предлагается выбрать среди пяти кандидатов категории, за что вы получите соответствующую карточку. Каждый день категория меняется. Не отстает от Steam'а и Origin. Со скидкой в 50% можно купить Battlefield 1, Titanfall 2 и FIFA 17 за 1000 рублей. Последний Need for Speed всего за 375 рублей. Dragon Age Inquisition со всеми дополнениями за 800 рублей и многое другое. В GOG не успела закончиться одна распродажа, как стартовала новая. Предновогодняя распродажа предлагает на многие игры скидки до 90%. Самым же интересным предложением по версии GOG является бандл из Star Dually, Darkest Dungeon, Shadow Tactics Blade & Shogun, Ведьмак 3 Game of the Year Edition, Grim Dawn, Owlboy, Insight, Starbound, Obduction и Day of the Tentacle Remastered. Все это с общей скидкой в 33%. Конечно же, эти игры вы можете приобрести и по отдельности. Также впервые на дополнение к третьему Ведьмаку действует скидка в 40%. Продлится распродажа до 29 декабря. Обладателей консолей тоже не оставили в обиде. В PlayStation Store действуют скидки до 60% на большинство самых интересных игр последних лет, в том числе Uncharted 4, Battlefield 1 и Rise of the Tomb Raider. Распродажа пройдет в два этапа. Первый стартовал 23 декабря и закончится 5 января. Второй этап пройдет с 6 по 20 января. Участников второго этапа можно будет узнать позже. Firaxis выпустили зимнее обновление для Цивилизации 6. Оно включает в себя патч, который корректирует баланс, исправляет многие ошибки и улучшает ИИ. Также они выпустили два DLC, которые достанутся бесплатно обладателям Deluxe Edition, а все остальные смогут приобрести их за 209 рублей. Первое дополнение добавляет в игру новую нацию – Польшу. Второе – сценарий «Викинги, торговцы и налетчики» – 3 новых чудо и 6 городов-государств. После демки Nier Automata фанаты японских игр получили еще один подарок. С 22 декабря все обладатели PlayStation 4 могут поиграть в демо-версию Gravity Rush 2. В демо-версии будет доступно два режима – для новичков и для тех, кто знаком со способностями главной героини. Релиз игры намечен на 18 января. В рамках бета-теста для Гвинта вышел самый крупный патч с момента старта. Он добавит в игру рейтинговые матчи, переработает систему получения опыта, добавит 20 новых карт и новые анимированные карты. На этой неделе достойным внимания можно считать только один релиз. Это фри-то-плей моба Dropzone. Dropzone – это определенная смесь РТС и моба-жанров в научно-фантастической стилистике. Главной особенностью будут сражения один на один, где под контролем каждого игрока будут находиться три персонажа – танк, саппорт и штурмовик. Каждого из них можно будет самостоятельно настроить перед боем в редакторе машин. Ну что ж, на этом все на сегодня. Пишите в комментариях о том, какая новость вам понравилась больше всего или что вы успели себе прикупить на праздничных распродажах. На следующей неделе выпуска новостей не будет, потому что праздновать любят все, в том числе и мы. Да и сомневаюсь, что вам будет до новостей 2 января. Так что всех поздравляю с наступающим Новым Годом и до новых встреч. Если вам понравилось это видео, вы можете помочь нам на патреоне, а также подписаться на нас на ютубе и вконтакте. Субтитры сделал DimaTorzok